Жилые дома в Канашей-Чебоксарах, которые на прошлой неделе попали в сводки происшествий, обследуют эксперты. Глава республики держит ситуацию под личным контролем. Тему продолжит Дмитрий Ковалев. Эти фотографии опубликовали на официальном портале органов власти. На место ЧП в город Канаш по поручению главы региона приехали министр строительства и главный жилищный инспектор. Проверка показала, что трещина образовалась в колонии, которая удерживает деревянные балки. На утренней планерке Михаилу Игнатьеву представили подробный отчет. Образовались трещины порядка 4 сантиметров на первом этаже, в первой квартире данного здания. После данной аварии выставлены были маячки непосредственно на стенах и на конструктивных элементах здания. Движение не было зафиксировано за прошедшие двое суток. Произойдут ли дальше подвижки грунта, сейчас разбираются эксперты. Предварительные выводы специалисты уже сделали. Произошла протечка в трубе, в подполье образовалась влага и сырость, отмечает жилищный инспектор. Сама опорная колонна, которая стоит и на которой упираются опорные балки, она без деформации. В вертикальной плоскости тоже отклонений не выявлено. В принципе контрольные мыки поставлены, пока движений никаких по деформациям нет. Выяснилось, что в этом доме коммуникации меняли недавно. Некоторые жильцы не пустили подрядчиков в свои квартиры, но акт о приемке все же был подписан. Также акты приемки выполненных работ все стороны подписали, собственники и уполномоченные лица в доме тоже подписали. Представители администрации города Канаш, управляющие компанией тоже подписи имеются. Недопуски были в 11 квартирах в этом доме из 48 квартир. Вы профинансировали за счет собранных средств населения, которые собирают на один счет, и вы никаких мер со своей стороны как должностное лицо не приняли. Это говорит или о покровительстве, или о вашем бездействии. В прошлом году капитальный ремонт планировали провести и в столичной многоэтажке по улице Грассиса. Но работы так и не успели начать из-за непогоды. Ветхость дома дала о себе знать. На прошлой неделе обрушилась кирпичная кладка на одной из стен. В принципе, прочностные характеристики данной стены сохраняются, и угрозы для жизни для тех, кто проживает в данном доме, отсутствуют. Окончательное заключение планируем получить до 30 июля 2017 года. В ближайшее время эксперты должны решить, смогут ли жильцы домов и в Чебоксарах, и в Канаше вернуться в свои квартиры. В любом случае, один на один со своей бедой людей оставлять нельзя, отметил глава региона. Я благодарен родственникам, которые приютили своих близких родственников, кто-то, друзья там пошли на встречу. Это очень важно. Но это временно и жилье на сегодняшней идее. Наша задача быстрее, чтобы экспертизу провести, Владимир Юрьевич, во-первых, под контролем жилищной инспекции, других специалистов. И параллельно нужно принимать решение. Вот заключение предварительное какое-то есть, что нужно делать. Объем работ, все нужно просчитать. Проводите служебные расследования, почему люди там подписали и так далее. Все остальное, координацию эту будет проводить у нас Минстрой, уполномоченный орган совместно с жилищной инспекцией. Дмитрий Ковалев и Олег Якимов. Республика.